Дорогие научники, продолжаем наши видеоуроки. Давайте рассмотрим характерные ошибки при разучивании образа беретена. Все почему-то считают, что поворот – это значит поворот корпуса. Вот когда корпусом ничего не получается, не хватает степеней свободы. Ну, бывает, сделаем шаг. Это не поворот, это не беретено, это некое тягло. Ваша задача – посмотреть на ноги. Обратите внимание на мои ноги. Они начинают шагать. Они просто начинают шагать на месте. И ручки мои наматываются. До тех пор, когда мы будем на степень свободы. Видите, сейчас опора идет уже не на запястье, а на мое плечо. И вот плечо дальше начинает поворачиваться. То есть пока идет намотка, я шагаю, переступая ножками небольшими шагами. Я шагаю, шагаю, шагаю. Намоталась, а теперь это ворачивает. Если вы будете лениться шагать ногами, у вас ничего не получится. То есть вот это вот все не получится, это работать не будет никак. На самом деле вам потом и не нужно так много шага. Это ведь вы только разучите, большая амплитуда. На самом деле вам потом можно было достаточно сделать движение, чтобы человек упал. Но это потом, когда вы поймете, в общем-то, что вы чувствуете при этом. Ведь в образах что важно? Запомните те ощущения, которые возникают у вас при выполнении этого движения. При воплощении этого образа. А дальше вы просто вспоминаете эти ощущения. Вот если я, смотрите, вот так медленно поворачиваюсь и запоминаю это ощущение, то теперь я могу это выбрать, это ощущение. Я просто встал в двернину и вот я уже выбрал. Сразу же выбираю. То есть вот выбрал, посмотрите, вот оно движение. Да, мне теперь не нужно так шагать, но для этого я должен почувствовать, как реагировать мое тело на это все. И поэтому для начала мне нужна большая амплитуда и большое количество шагов для перешагивания. Обратите на это внимание. Продолжение следует...